Добрый день, дорогие друзья! Большое всем спасибо, кто пришел на наш круглый стол. Мы сегодня хотим немножко обзорно посмотреть на проблемы платформенной занятости и не только платформенной занятости, потому что сегодня, естественно, все те вопросы, на решении которых сосредотачивается наш профсоюз, профсоюз платформенников, они неразрывно связаны с общим состоянием рынка труда в России. Поэтому, конечно, вырывать из контекста общей ситуации на трудовом рынке было бы неправильно, наверное. И, конечно, то, что рынок труда разбалансирован, ни для кого это секретом не является, несмотря на то, что наше правительство, так сказать, дает победные реляции о том, что никогда еще у нас безработица не была на столь низком уровне, меньше 3% по статистическим данным. Но как бы у этого есть и обратная сторона. Дефицит кадров, кадровый дефицит, он зашкаливает и он вышел на рекордные показатели за все 30 лет постсоветского нашего с вами существования. Казалось бы, это очень странно, тем более, что наша страна вступила, с одной стороны, в полосу реиндустриализации. Она еще пока идет не такими темпами, каким нам бы хотелось. Но сам по себе факт того, что люди уходят в платформенную экономику, в сферу платформенной занятости, это именно тот факт, который наглядно доказывает то, что темпы реиндустриализации, они не такие большие, как действительно должны быть. Во-вторых, страна, которая ведет специальную военную операцию, в принципе, подразумевается априори, что оборонно-промышленный комплекс должен привлекать кадры и, естественно, кадр быть обеспечен квалифицированными кадрами прежде всего. Тем не менее, разбалансированность рынка, она, к сожалению, налицо. Первый раз за много лет количество вакансий у нас превысило количество занятых. Такой ситуации на рынке труда не было. Даже если мы представим, что половина этих вакансий – это так называемые вакансии ради вакансий, мы знаем, что многие организации и предприятия держат специально ряд вакантных мест для того, чтобы проводить все сокращения без ущерба для трудовых коллективов и для штата работающих. Тем не менее, даже если мы представим, что таких вакансий ровно половина, все равно эта ситуация ненормальная. В то же время около 75% всех так или иначе работодателей у нас заявили, что в прошлом году испытывали кадровый дефицит и были вынуждены предпринимать различные ухищрения, чтобы этот кадровый дефицит как-то покрыть. По данным Росстата, около 50 тысяч подростков у нас с вами работает. Конечно, эта цифра представляется очень сильно заниженной. Значит, 50 тысяч – это, в общем-то, капля в море. А с учетом того, что мы с вами знаем, за примерами далеко ходить не надо, пострадавший комплекс Крокус, 15-летний мальчик ислам-охранник, 14-летний мальчик Артем-охранник и так далее. Вот, эксплуатация детского труда – это то словосочетание, которое в советское время употреблялось в отношении стран капитализма. Теперь полным ходом, так сказать, мы это, к сожалению, неприятное словосочетание употребляем по отношению к себе, к собственной экономике. Дело не только в кадровом дефиците. Дело и в том, что дефицит на рынке труда порождает, неизбежно порождает, неадекватность его оплаты. Ну вот, опять же, за примерами далеко ходить не надо. В той же Москве в прошлом году, значит, наше замечательное учреждение «Жилищник», да, оттуда побежали все дворники. Мы помним, что во время зимы было некому убирать снег, некому было колоть лед, все дворники переквалифицировались в курьеры, потому что зарплатная разница, она по крайней мере двукратная, если не больше. Отгадайте, как говорится, с трех раз, что лучше, да, значит, колоть лед целыми днями и разгребать мусор, да, за 35-40 тысяч, да, в лучшем случае. И, так сказать, ходить по адресам, разносить корреспонденцию по ссылке, там, за 75-80 тысяч. Ну, по-моему, ответ очевиден. То есть разные сорта, да, неквалифицированного труда у нас по-разному оплачиваются, а если мы сравним, допустим, с трудом квалифицированным, опять же, да, все жалуются, как бы наши эксперты, и Росстат выдает печальную статистику, что курьеры, например, зарабатывают у нас в разы, в два раза, в полтора раза больше, чем, допустим, работники государственных предприятий, да, тех же заводов, фабрик. Вот это, наверное, тоже неправильно, потому что в большинстве случаев это труд квалифицированный, да, там работают люди с высшим образованием, да, что для курьера, допустим, не обязательно. Вот, поэтому идет вот такая вот разбалансировка. Ситуация эта сложилась на рынке труда, конечно, не вчера, да, и не сегодня. И, наверное, имеет смысл порассуждать о том, почему это произошло. Вот, здесь еще, конечно, отдельная тема у нас есть, это мигрантский труд. Сейчас эта тема, она обострилась, понятно, в связи с какими событиями, но на самом деле, конечно, ее тоже нельзя вырывать из контекста. По крайней мере, на протяжении нескольких лет уже в отсутствие каких-то федеральных законодательных запретительных норм у нас идет региональная правоприменительная практика, когда субъекты федерации сами по своему усмотрению устанавливают региональным нормативным документом, да, запрет на работу для мигрантов в той или иной отрасли, в той или иной сфере. Вот, это либо работа в такси, либо работа в розничной торговле, там, по целому ряду категорий, это либо работа в медицинских учреждениях и так далее. В любом случае, это законодательство сугубо региональное, вот, вызывает тревогу, во-первых, так сказать, не говоря уж, да, о рынке труда и о положении мигрантов, да, во-первых, это разрушение единого правового поля. Вот, единого правового поля на рынке труда у нас нет, как мы выяснили, да, мы убеждаемся с каждым днем, что это так и есть. Сейчас вот к десяти субъектам федерации, которые мы с вами могли назвать в начале года, вот сейчас буквально за три месяца уже прибавилось еще шесть субъектов Российской Федерации, где такие запреты вступили в силу. Вот, мы считаем, что это неправильно. Во-первых, должен быть какой-то единый подход. С другой стороны, если вот эти запреты будут вводиться вот так явочным порядком самостоятельно каждым регионам, то это как раз именно и приведет к образованию вот тех этнических анклавов, да, против которых выступают родители, скажем так, да, за рынок без мигрантов. Да, вот эти этнические анклавы, они как раз будут формироваться с утроенной силой, если, так сказать, люди будут мигрировать в направлении тех областей, да, и регионов, да, российских, где те или иные виды деятельности мигрантам разрешены. Вот, это совершенно неправильно, это не имеет какого-то федерального регулирования. Вот, Роструд у нас за этим не следит, и поэтому процесс, можно сказать, пущен на самотек. Пущен на самотек в буквальном смысле слова. Плюс еще всевозможные инициативы, которые еще не обрели силу закона уже федерального. Это инициатива, недавно высказанная Минтрудом, вот, о том, что мигранты будут буквально прикреплены к своему работодателю, вне зависимости от того, что это за работодатель, что это за работа, какие условия и так далее. Выдвинутую инициативу, что их будут выдворять в течение 15 суток, если они переходят на другую работу, не в ту компанию, которая их пригласила. Вот, наш профсоюз «Новый труд» высказывал позицию по этому поводу. Вот, ну, помимо того, что мы считаем, что это второе, так сказать, очередное издание крепостного права, это вещь совершенно антиконституционная, во-первых, а с другой стороны, это усугубит тот же самый кадровый дефицит и, естественно, пагубно скажется на рынке труда в целом. Еще такая проблема, которую действительно невозможно не заметить, это то, что регионы у нас развиваются, естественно, неравномерно, Россия огромная страна и неравномерно развитая, и регулирование рынка труда в региональном разрезе становится все менее и менее, так сказать, ярко выраженным. В итоге у нас в каких-то субъектах федерации те или иные профессии в явном дефиците, да, и дефицит кадров это ничем не покрывается, вот, а на других полисах наоборот, кадровый избыток. Вот, если кто-то думает, что в Москве с этим все хорошо, да, и в Москве, я уже, мне приходилось читать такие мнения, что в Москве не может быть никакого кадрового дефицита, наоборот, Москва, город кадрово-избыточный, в Москву все едут, и у нас, значит, рынок в любом случае должен быть обеспечен кадрами любой квалификации и любого направления. Нет, это не так. Вот, буквально могу, так сказать, привести пример из собственной практики. Когда вроде Москва большая, в ней много кто живет, много кто в нее приезжает, а работать некому. Причем некому работать не только в квалифицированных, так сказать, отраслях, не только, речь идет о каких-то наукоемких производствах, но даже о самых обычных, так сказать, жизненных, да, сферах занятости, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Вот, ни миграционный поток этот дефицит не покрывает, вот, нет каких-то федеральных программ, там, кадровой ориентации, профобразования, переподготовки кадров. На словах это все есть. То есть я специально поинтересовалась, вот, в нашем министерстве профильном, так сказать, эти все программы, они как бы значатся, но охват населения мизерный, абсолютно мизерный, то есть можно сделать вывод, что эти профориентационные программы, они имеют достаточно декоративный характер, то есть для галочки, да, чтобы было. Вот, речь идет, ну, в лучшем случае, там, о десятках тысяч человек. Это, конечно, в масштабах российского рынка труда крохи. Вот, поэтому здесь, конечно, мы в данном случае вылезаем немножко за нашу, так сказать, платформенную специфику. Вот, но тем не менее понятно, что обсуждать проблемы платформенных занятых в отрыве от общей ситуации на российском рынке труда невозможно. Еще нас тревожит тот факт, что законодательство, трудовое законодательство у нас, оно, во-первых, меняется очень хаотически, вот, то есть не видно какой-то системной работы, вроде законопроектов и всевозможных подведомственных актов принимается немало, их очень много, но тем не менее единой системы, единого подхода нет. Очень многое зависит, конечно, от тех или иных конкретных лоббистов. Мы знаем, что у лоббистов своя программа, они, так сказать, руководствуются только своими интересами, вот, и, конечно, государственного какого-то видения и государственной какой-то доктрины, да, в отношении трудового законодательства мы, как минимум, не видим. Об этом наглядно свидетельствует прохождение тех законопроектов, которые важны, в общем-то, для всех трудящихся. Вот, мало того, что они принимаются бессистемно, хаотически, без каких-то консультаций с средой, да, с потребителями этих самых законов, с теми людьми, которым придется по этим законам жить, вот, так еще, и они разрабатываются очень кулуарно. Мы не видим широкого общественного обсуждения, как это было раньше. Вот, мы, как профсоюз, не видим какого-то интереса законодателей вообще к экспертной оценке, да, к независимой экспертизе, к профсоюзному, опять же, мнению, да, крайне редко это выдается высказывать на каких-то общественных, публичных площадках, вот, эта поляна сужается, тем более, что до сих пор у нас еще не разморожена та сфера публичного взаимодействия с органами власти, которая была заморожена в ходе ковидных ограничений в период пандемии коронавируса. Такое ощущение, что кому-то выгодно придерживать этот политический ковид и, собственно говоря, прогонять свои законодательные, так сказать, хотелки без какого-либо критического рассмотрения со стороны общества. Это тоже большая проблема. Вот, я думаю, сегодня мои коллеги выскажут с каждой по той проблеме, которая ему более близка, но в любом случае для нас совершенно очевидно, что ситуация на рынке труда, может быть, она сейчас не выглядит такой кричащей, критической, потому что существует эффект накопления, да, когда эти проблемы накопятся и выйдут на передний план, уже будет немножко поздно что-то менять, вот, а они уже кричат о себе вполне совершенно четко и явственно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!